АПЛОДИСМЕНТЫ Дело в том, что 17 декабря 2000 года, когда мы отмечали целиком наши три тома, он был ведущим того вечера вместе с неподражаемым и потрясающим Вадимом Валерьяновичем Кожановым. Но, к сожалению, Кожанову мы сегодня не можем увидеть. А Лев Александрович с нами до сих пор. Приходите на второй вечер 9-го, мы покажем Вадима Валерьяновича на экране. Он скажет те слова, которые тогда мы от него слышали вживую, что ли. Лев Айненский. Я часто вспоминаю тот вечер, который мы вели вместе с Вадимом Кожановым. Если бы я знал тогда, что это было практически мое прощание с Вадимом, я много лет был с ним связан. Я не могу сказать дружбы, потому что он был выше, старше меня, но он относился ко мне как к младшему брату, я это чувствовал. Это было прощание. Я рад сегодня его помянуть. Но я хочу сказать вот о чем. Вот за все эти годы, за все эти годы дружина Александра Васина доказывает свою необходимость в нынешней реальности. Реальность непредсказуема. Что грядет, мы не можем себе представить. Возможно, что грядет состязание цивилизаций. Дай Бог, чтобы это состязание не превратилось в столкновение цивилизаций. Все может быть. В этом надвигающемся на нас периоде человеческой, общечеловеческой истории, как всегда непредсказуемой. В этой ситуации выдержит ее и сохранит лицо только тот народ, который будет знать внутреннюю свою нужду, внутреннюю культуру. Он будет знать это, потому что он сам это создает. Вот в Асинце это создают. Можно, конечно, сказать, что они положили на алтарь Отечества антологию русского лиризма. Поставили на полки. Замечательные книжки о Лермонтове, которые Александр Николаевич написал. Пронзительный анализ. И не могу не назвать сейчас. Начала выходить такая коллекция портретов великих русских деятелей, связанных с этим. Вот все это делается, все это кладется на стол. Все это замечательно. Но главное, и это, конечно, главное, вот эти ценности, и еще главное ощущение, которое меня охватывает каждый раз, когда я и вижу ваши лица, и слышу ваши песни. Вы действительно созидаете великую национальную народную культуру. Не потому, что сверху велели, не потому, что сверху кто-то сказал, да сверху таки говорят, что если мы потеряем молодежь, будет плохо. Нужно, чтобы все говорят сверху. И даже говорят, а зачем комсомол упустили? Надо было. Все говорят. И все это надо слушать. И что можно, надо делать. Но все это можно делать лишь при одном условии. Если изнутри ощущается нужда, изнутри ощущается необходимость в нашем состоянии, без чего мы жить не можем, в нашем душевном, духовном состоянии, мы должны все время это созидать внутри себя. И если мы будем это иметь и держаться, мы удержимся в любой ситуации. Я рад вас видеть и рад приветствовать. Дай так Бог нам всем и дай Бог России. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ